Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Венесуэла-Иран. Поклонники большого футбола отметили в своих календарях 13 ноября, так как именно в этот день пройдет поединок Венесуэла-Иран. Это будет встреча в рамках престижного международного турнира, а на футбольном поле игроки появятся в 17 часов по МСК, несмотря на то, что обе команды очень известны в европейском футболе. Между ними ранее было только шесть личных встреч, в которых нынешние хозяева одержали две победы, а на счету гостей этого матча всего одна победа. На футбольный клуб Венесуэла в этом сезоне болельщики и президент возлагали очень большие надежды, которые так и не смогли оправдаться. Целью на сезон являлась квалификация в Лигу чемпионов. Но команда настолько слабо выступает, что занимает только девятое место в турнирной таблице и вообще не ясно, сумеет ли на следующий сезон пробиться в Еврокубке. Так как от данной зоны отстоит на шесть очков, даже на своем поле футбольный клуб Венесуэла не кажется непобедимым и очень часто допускает потери очков, подводит как раз оборона, где главный тренер никак не может подобрать оптимальных футболистов и постоянно экспериментирует, но это не делает игру в защите более надежной. В последних пяти турах футбольный клуб Венесуэла трижды сыграл в ничью и одержал одну победу за хозяев данного поединка и не смогут сыграть по причине травм два полузащитника. А левый защитник пропускает матчи за дисквалификацией. Только за этот сезон руководство футбольного клуба Иран увольняет уже третьего наставника. Ведь ни один специалист не сумел наладить игру и поднять команду из зоны вылета. Гости надежно закрепились на последнем месте. И чтобы подняться на семнадцатую строчку необходимо ликвидировать отставание в восемь очков. Это будет сделать крайне сложно, учитывая ужасную оборону гостей, которая в среднем пропускает почти три мяча за поединок. На выезде футбольный клуб Иран вообще является спонсором-пачком для соперников, сумев только в одной встрече добыть лишь одну очко. Серия без побед у команды составляет уже девять туров, причем в них было сразу семь поражений. Скорее всего, что гости покинут дивизион по итогам сезона. А многие футболисты уже сейчас начали поиски нового места работы, не поможет гостям в этом поединке атакующий полузащитник, выбывший сроком на месяц. Ведущие футбольные эксперты не прошли мимо поединка Венесуэла-Иран, решив сделать прогноз в пользу хозяев, так как футболисты хоть и слабее класса, но хорошо выступают в разных стенах и сейчас особенно мотивированы. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!